Первые тексты, стендапы и синхроны, познаем с тобой журналистики и законы. 2017 год. Телеканал Верхниками ТВ и отдел по делам молодежи объединились для того, чтобы создать первый молодежный проект, где школьники могли бы сами рассказывать о том, что их интересует. Новая смена стала неким экспериментом. Чтобы попасть на ТВ, нужно было пройти кастинг. Его прошли 12 школьников, в их числе Анастасия Гордеева. Сегодня уже выпускница новой смены. Было очень страшно, но я пыталась всего этого не показывать. Я показывала себя с самых лучших своих сторон, пыталась не читать по тексту, пыталась как-то речь свою поставить, так, чтобы убедительно это все звучало. Ну и после кастинга, конечно, только самые приятные ощущения, радость и какое-то предвкушение того, что меня ждет что-то новое. Но чтобы делать телевизионный продукт, необходимо обучение. Новая смена – это постоянное обучение. На протяжении трех лет молодым журналистам дают мастер-классы уже мастера медиасферы. В новой смене мы изучаем журналистику, как на ТВ, журналистику на радио. Учим молодежи раскрываться, доносить определенные мысли и просто вещать перед аудиторией, знать, как каждого зацепить в аудитории. То есть это не обязательно один экран. Однозначно идти стоит тем ребятам, которые хотят попробовать себя в журналистике, увидеть изнанку именно смешной вот этой жизни, потому что журналистика – это не только постоять с микрофоном, задать вопросы, это понять, как строится инфоповод, как складывается информация, и обработать информацию, писать тексты и тому подобное. И это обучение дает свои плоды. Я тоже входила в первый состав новой смены. И вот моя мечта сбылась. Сейчас я работаю корреспондентом новостной программы. Правда, начинала я с опросов. Ох, и побегать мне тогда пришлось. Но, как говорится, журналисты ноги кормят. Мои девчонки-фельдшера, вот, казалось бы, очень работа сложная, а они вот пока веселяются, может, они и потом веселиться будут. Да вы убегаете, мы вас специально ждали, девчонки. Они просто, наверное, уставшие после учебы. Ну, я так-то тоже после учебы еще. Сегодня наш проект пополнился новыми лицами. Одна из юных журналистов – Варя Горкунова. Она признается, за два года в новой смене она сильно изменилась. И это многие заметили. Ты голос себе поставила. У тебя словарный запас такой большой. Вау, ты мне объясняешь словами, а не действиями. Вот это да, хорошо. За все существование новой смены случилось немало забавных моментов. Так называемые неудачные дубли. Думаю, самое время их показать. Мне нравится все. Оправдания ожидались даже больше. Ожидания оправдались. Сложно, потому что я такая немножко нервная. Молодежи Березняков мы расскажем вам в следующей программе. Так, ничего не знаю. Вот тебе по подбородку. Больно? Нет. Кто сказал, что женщины слабый пал? Жетончики и получить шклейк. В октябре в нашей телесемье снова случилось пополнение. Стеша и Вика уже прошли обучение и даже стали ведущими ноябрьского выпуска новой смены. До этого девочки снимали сюжеты в своей восьмой школе. Там есть школьное телевидение. Сейчас вещают на весь город. Мы сидели на лекциях. У нас был Сергей Коленник. Он разбирал наши сюжеты, которые мы делали в школе. Это было очень смешно. И мы поняли свои ошибки. И в дальнейшем у нас уже будут сюжеты хорошие. Уже поскорее хочется снять свой первый сюжет. Мы желаем нашим новым звездочкам интересных сюжетов, полета фантазии и, конечно, опыта, которые они, несомненно, получат. Надеюсь, новая смена останется не только в наших сердцах, но и в ваших. Впереди еще много интересных сюжетов и новых лиц. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками.